добрый вечер дорогие участники выставки у нас сегодня в гостях польский университет вестула сейчас мы увидим с вами их презентацию презентация будет длиться около 45 минут и последние минут 15-20 мы мы уделим вопросами и ответом пока можете послушать нашу спасибо анна добрый добрый вечер у вас добрый день у нас добрый день все еще спасибо всех рада видеть если есть вопросы да можете писать задавать на все постараемся ответить меня зовут анна я представляю университет вестула являюсь студентом и работником данного университета и сейчас я много расскажу про наш университет почему зачем зачем стоит нам поступать какие у нас есть плюсы их очень много а если кому-то удобно может на английском я думаю всем будет понятно окей значит сейчас вестула принимает уже набор на весенний период так как на осень уже закрылся набор у нас поступило уже более трех тысяч студентов заграничных это еще не считая плятов у нас в этом году набор достаточно большой честно набираем людей на весенний весенний семестр почему вестула у нас диплом принимаются не только в польше но и по всей европе мы сотрудничаем с множеством корпораций и фирмами те наши абсурденты наши выпускники дальнейшем работают у нас есть сертификаты на различных программах такие как если вы поступите на финансы то вы можете получить сертификат и если же это туризм и рекреация можете уехать на стажировку также по компьютерной инженерии можно получить американский диплом а мы являемся одним из самых межнациональных международных университетов у нас и студенты с различных стран включая казахстан включая европу азию всю центральную восточную украина беларусь и россия африку и даже есть приезжают к нам даже из соединенных штатов мы стараемся как можно больше дать нашим студентам у нас есть программы бакалавра и магистратуры к сожалению докториата нету но есть в нашем филиале и во вродслове что касается программ бакалавра и магистратуры мы предоставляем возможность изучать различные направления туда входят финансы менеджмент архитектура айти тоже компьютерной инженерии затем это будет журналистика экономика изучение испанского языка и международные отношения также недавно у нас открылся новое направление это проектный менеджмент и энерджи менеджмент проектный менеджмент у нас действуют программы и на бакалавре в магистратуре энерджи менеджмент действует только на магистратуре эти два направления очень сильно развиваются вообще в мире в бизнесе и мы советуем также нам нужным студентам если хотите не просто менеджмент а что-то углубленное то идите на энерджи или же на проектный менеджмент по магистратурам все то же самое также у нас есть курсы подготовительные языковые знаю что немногие этого языка пока не знают или же на английском но хотят подтянуть у нас есть также программы подготовительные языковые есть семестральные и есть годовые допустим допустим если вы захотите подтянуть язык сначала можете приехать на подготовительные курсы на семестральные а затем поступить на программу в университете это плюс потому что сразу подтягиваешь язык и сразу после программы начинаешь учиться тем самым получаешь больше знаний и больше остается находишься в Польше и в Истуле что хотела сказать еще по поводу наших программ я уже упоминала что можно поехать на заграничные стажировки если податься на компьютерную инженерию на английском языке там идет обучение у нас здесь три года но на четвертый год можно поехать в Хилберт колледж в Америке и там получить получится четвертый год и получить двойной диплом они нас прекрасно понимают наши студенты туда с большим удовольствием и получают двойные дипломы устраиваются в международные крупные корпорации если вы захотите пойти на туризм и рекреацию мы сотрудничаем с BHMS это диплом британского это британский университет также вы можете два года отучиться на бакалавра здесь в Польше и на третий уехать в Британию и получить заграничный еще диплом двойной диплом тоже очень престижно ребята ездят и все очень довольны и очень жаловались слава богу наш университет является четвертым по трудоустройству среди выпускников почему не первым первые места занимает политехника все политехнические университеты плюс это государственные университеты если говорить о частных университетах Мистула занимает первые позиции по по частному по трудоустройству также по набору у нас самый большой набор идет сейчас студенты менеджмента у нас считаются самым таким продвинутым направлением студенты менеджмента которые выпускаются будь то бакалавр будь то магистратура они получают самые высокие зарплаты средняя зарплата идет 9000 злот это средняя то есть есть куда расти можно даже и больше получать это что касается программы и направлений и что вообще из этого можно получить по ценам если кто-то вдруг не был на нашем сайте цены там если что написаны я также могу быстро сказать что на английском обучение везде одинаковое это 1350 евро в семестр если за год будет 2500 евро за год если захотите обучать обучаться на поиском будет чуть-чуть подешевле это будет 1750 за год обучение на поиском языке также при подаче вы платите за регистрационный взнос это будет 120 евро и снательнический билет 5 евро и так что по поводу поступления как идет у нас процесс какие документы с чего вообще начать если кто у нас продвинутый может зайти на сайт во вкладку new students и будет ссылка how to apply то есть заявку у нас вся реквитация идет онлайн через личный кабинет потому что понимаем что не все могут приехать лично подать документы плюс нужно сделать визу сейчас у нас коронавирус пандемия поэтому все идет онлайн просто вы выбираете свою программу и на каждой странице будет красная кнопка apply онлайн то есть подать заявку она вас перекидывает на сайт apply.vistula.idu.pl и там робот помогает вам создавать вашу заявку очень легко вы просто вводите свой пароль генерируете ссылку и заходите в личный кабинет там там можно нужно создать заполнить все поля оформить сделать форму требуются только ваши контактные данные в принципе ваше образование и погрузить документы какие документы нужны первое это паспорт его никуда второе это образовательные документы если вы подаетесь на бакалавриат на учебу первого первой ступени требуется аттестация школы то есть это школьный диплом плюс оценки и если нет перевода на русский нужен перевод на польский или же английский если вы подаетесь на магистратуру то требуется диплом бакалавра соответственно диплом и аттестат то есть оценки также требуем языковой сертификат знаем что некоторых его нету поэтому наш университет предлагает возможность пройти онлайн интервью это не живое интервью это автоматическая запись с компьютера с кем на один на один разговаривать не нужно мы даем возможность нашим студентам пройти интервью и затем репутационная комиссия проверяет насколько вы хорошо владеете иностранным языком английским или польским и дает вам видбэк и говорит ваш уровень языка интервью очень легкое там всего три вопроса типа расскажите о своих слабых и сильных сторонах почему вы хотите учиться вестуле или что вы знаете о Польше и почему хотите сюда приехать вопросы очень базовые но как показывает практика по таким вопросам проверяется действительно уровень языковой и позже по приезду можно сдать экзамен уже в университете у кого нет сертификата какие мы сертификаты требуем если кто захочет сдать международный сертификат мы принимаем IELTS TOEFL TOEIC TOEFL есть ИБТ и ИТП это один письменный второй один письмен сдается мы принимаем все эти сертификаты международные если же не хотите сдавать международный сертификат просто пройдите у нас интервью и затем по приезду здесь экзамен с польскими программами чуть по-другому там тоже проходит интервью но экзамена как-то правого нет потому что польский изучается еще на первом году обучения и уже после первого года или после первого семестра в зависимости от уровня сдаете экзамен в университете если же английский то это сразу по приезду или же есть возможность сдать экзамен онлайн значит допустим у вас эти все документы есть и заявка будет рассмотрена дальше университет смотрит ваши документы говорить все ли в порядке может что-то чего-то не хватает нужно обязательно будет сделать апостиль по приезду нужна будет нострификация диплома и перевод переводы принимаем или на английском или на польском языках но не на русском на первом этапе может быть на русском но дальше когда уже вы приедете и нужно будет принести оригинальные документы в университет нужно будет иметь с собой перевод польский или английский затем после проверки документов университет уже высылает вам контракт и еще для оплаты вы оплачиваете и далее ждете документы на визу благополучно приезжаете в Польшу и начинаете учиться что происходит сейчас в Истуле мы вернулись почти в оффлайн режим у каждого студента свое расписание у некоторых оффлайн полностью у некоторых почти онлайн у третьих гибрид часть лекций оффлайн часть онлайн я сама сейчас учусь на магистратуре на менеджменте на английском языке второй год у меня полугибридное образование полугибридное сейчас обучение получаю то есть большая часть лекций у меня онлайн некоторые оффлайн это к сожалению все из-за коронавируса потому что мы понимаем что студентов очень-очень много никто новой волны не хочет поэтому всех переводят по частям кто-то онлайн кто-то оффлайн и все мероприятия на данный момент пока проходят тоже онлайн допустим завтра у нас будет инаугурация начало нового академического года она будет проходить онлайн но также она всегда присутствует очень-очень много людей и затем будет уже перед началом для первокурсников будет проводиться еще одно мероприятие это ориентация день ориентации где тоже все преподаватели будут рассказывать о направлениях что их ждет на первом году обучения на первом семестре все очень-очень здорово конечно мы ждем с нетерпения когда мы можем все это провести в оффлайн режиме уже в университете но пока ждем какие у нас раньше и сейчас происходят мероприятия у нас каждый год мы проводим культурные мероприятия это может быть день культур у нас ребята я уже говорила из разных стран поэтому они организовывают каждый раз что-то новое я знаю что ребята из Казахстана они всегда делали какие-то мероприятия они танцевали и готовили ребята из Африки тоже приносили свою частичку каждый делился частичкой своей культурой это было очень-очень классно у нас на Новый год на Ждество проходили разные мероприятия где все собирались пели песни на Хэллоуин также одевались в костюмах то есть каждый праздник который вообще происходит в мире происходит также без стула у нас есть называется студент это самоуправление студентами у нас эти как раз студенты они и занимаются организациями данных праздников если кто-то заинтересуется и захочет поучаствовать в жизни университета то приглашаем всех в отдел самоуправления и можете также помогать устраивать праздники мероприятия онлайн свои идеи это все очень приветствуется здесь у нас также действует программа амбассадоров я тоже являюсь амбассадором нашего университета мы являемся официальными представителями без стула и мы помогаем новым кандидатам так как я сейчас вам помогаю вы можете помогать следующим поколениям поступать в университет вы можете им рассказывать какое направление лучше податься или помочь с документами у нас на английской версии сайта есть вкладка chat with students это как раз и есть наши амбассадоры с которыми можно пообщаться и если кстати у вас есть какие-то вопросы возникнут в будущем вы можете зайти на эту вкладку перейти в нашу систему и поговорить с амбассадорами с нашими студентами они являются все амбассадоры это наши все студенты вы можете найти человека не только из вашей страны но и вашего направления на которое вы хотите потом пойти учиться и спросить все необходимые вопросы нравится или не нравится можете спросить вопросы вообще о жизни Польши о Вестуле что вообще делается здесь происходит они с радостью вам помогут и ответят на любой ваш вопрос это по амбассадорам также у нас с амбассадорами мы часто собираемся как группа у нас есть много разных мы устраиваем и вечера с пиццей и смотрим фильмы по вечерам также каждому амбассадору если привезет нового студента к нам в университет дается скидка на обучение и чем больше студентов ты привезешь тем естественно будет больше скидка на обучение мне кажется это очень большой плюс и мотивация работать также раньше у нас мы предоставляли общаги наших спонсоров наших партнеров с этого года у Вестулы нашего университета появилась своя собственная общага свое собственное общежитие где вы можете жить она находится буквально в 15 минутах от университета очень близкое новое здание по ценам стоит примерно 210 евро в месяц там по-моему это коридорный тип то есть можно жить на небольшой коридорный тип много комнат кухня есть у каждого ванна туалет да только в этом новом году мы это сделали наконец-то все очень-очень счастливы поэтому все наши студенты сейчас будут жить в данной общаге поэтому тоже вас приглашаем туда если вдруг вы найдете квартиру есть классный вариант жить от Вестула называется Вестула Дорма если есть какие-то вопросы тоже можете спрашивать поуду общежития что еще сказать это если вы захотите вы учились допустим вы учились бакалавр у нас в Вестуле и захотите податься на магистратуру то для магистрантов у нас тоже действуют разные акции если ты отучаешься в Вестуле бакалавр то тебе идет большая скидка как студенту на магистратуре мы любим студентов которые идут по всем ступеням в нашем университете скидки это в принципе все что касается нашего университета если есть какие-то вопросы касательно определенного момента о чем я сейчас говорила я могу выслушать или кто-то написать если кто-то желает поднять руку мы включим микрофон и вы можете общаться может кому-то что-то интересно еще а а вижу вопросы вы получили и так давайте пойдем с самого начала бакалавру бакалавру и архитектура в просто бакалавру это у нас в ходе журналистика экономика английская филология испанская филология финансы графический дизайн международные отношения проектный менеджмент и просто менеджмент если говорить о магистратуре то также туда входит экономика английская филология энерджи менеджмент новый финансы графический дизайн компьютерная инженерия международные отношения менеджмент это что касается наших направлений можно ли получить грант да у нас с этого года действует Wistful Merit Scholarship это стипендия которая может покрыть полностью ваше обучение или же половину вашего обучения мы тоже только в новом году совсем недавно у нас уже есть победители которые ребята выиграли данную стипендию некоторые выиграли стопроцентную скидку некоторые 50 процентную скидку она действует и на новые наборы тоже в гранту входят все программы которые предлагает Вистула включая бакалавр и магистратуру она действует для наших международных студентов и для тех кто учится будет учиться на английских программах то есть по-английски что для этого нужно вам нужно являться иностранным студентом нужно иметь здесь вот единственная загвоздка это нужно иметь международный сертификат языковой или IELTS или TOEFL на уровне B2 языковой также нужно показать что вы хорошо учились в школе и если подаетесь в вашем предыдущем университете нужно иметь средний балл тоже выше 60 процентов на 80-90 и вы участвовали в различных конференциях допустим в школе у вас были олимпиады и вы ходили на региональные на областные на олимпиады если вы подавились на магистатуру вы можете сказать что вы участвовали в конференциях на бакалавре знаю что когда учишься на бакалавре тоже проходишь разные конференции встречи участвуете в олимпиадах пишете диссертации выступаете то есть есть какие-то такие дипломы что вы участвовали в школьной жизни в жизни университета это все приветствуется является очень-очень большим плюсом и приближает вас к получению данной стипендии сейчас тоже набор открыт и можно на нее податься чтобы податься на саму стипендию нужно сначала заплатить регистрационный взнос обычно когда подвешься на простую программу регистрационный взнос платится уже когда полностью идет счет и за обучение и за студенческую карточку и сразу за регистрацию в случае со стипендией то нужно сначала заплатить регистрационный взнос и опять же повторюсь это является только для программ которые идутся на английском языке какая цена за один семестр за один семестр обучение на английском языке стоит 1350 евро можно ли учиться на польском языке бесплатно к сожалению нет мы являемся частным университетом поэтому все обучение идет плат если бы мы государственные тогда можно было учиться бесплатно если у вас есть карта или же вы сдали государственный экзамен к сожалению у нас все учатся но мы предоставляем массу стипендий можете податься на ректорскую стипендию можете податься на социальную стипендию можете податься просто на бонусную стипендию если вы учитесь хорошо вы можете податься и вам будут выплачивать определенную сумму это будет мотивация учиться еще лучше я прошу прощения азамат поднимает руку можно я включу микрофон возможно да азамат микрофон включен здравствуйте еще раз слышу меня да 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 я бы хотел задать вопрос я немножко там не понял можно ли поступить через фаундейшн там годик учить язык и потом поступить в универан и если да сколько это будет да можно я уже это поняла можно поступить сначала на подготовительный курс то есть на foundation year на языковой можно поступить или же на семестральный можно или можно поступить на годовой и потом податься сразу на на программу на обучение так сколько это будет стоить выгодовительный курс если английского языка если взять семестральный то он будет стоить один семестр 1850 евро если это будет годовой курс то он будет стоить 3500 евро это опять так хорошо вы в эти 3000 входит проживание полет трансфер к сожалению нет в это это входит только само обучение и регистрационный износ полет если нужно полет перелет общежития трансфер это к сожалению не входит все цены то что я называю это чисто за обучение если мы поступим поступим на фондайшн а потом есть я бы хотел поступить на учителя математики да то есть после подготовительного года после подготовительного года можно сразу поступить на любую программу то есть вы обучаетесь вы учите учитесь язык после вы сдаете экзамен который является основным требованием поступления в Вистулу и вы спокойно поступаете на другую программу в нашем университете хорошо спасибо на этом спасибо большое за вас так продолжаем вопросы между что написано дедлайн на весенний семестр весенний семестр уже заявки начались подавать на весенний семестр закончится набор в конце января где-то в середине февраля ближе к февралю поэтому у вас еще есть время что податься на весенний семестр сам семестр весенний начинается в начале марта сдают ли студенты вступительные экзамены нет вступительных экзаменов как таковых нету кроме интервью если кандидата нет языкового сертификата вступительных экзаменов нет единственное на специальность графику мы требуем чтобы кандидат подкрепил в свою заявку где-то семь-десять работ это могут быть работы карандашом или каких-то других техниках или может это будет живопись если гранты учиться на польском языке в чехии к сожалению в данном этапе есть только грант на учебу на английском языке возможно позже мы ведем и на польские программы но как я говорила у нас есть стипендии которые можно податься после первого семестра если вы учились хорошо то можете податься на стипендии вам будут ее оплачивать а грантов обучения на польском языке пока что нету но мы надеемся что скоро будет в будущем если будет спрос будет и предложение здравствуйте 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 я бы хотел задать вопрос я немного не понял вы говорили про творческий экзамен только для дизайнеров а для архитектуры как я понял нет нет то есть для графики мы требуем работы но для архитектуры нет ага спасибо еще второй вопрос как вы можете оценить архитектуру в вашем университете ага ааа угу я буду жить как человек который не учится на архитектуре но слышала много отзывов и в принципе нас все довольны нашим всем образованием потому что каждая программа дает что-то свое то что он хочет а если это архитектура то это они изучают дизайн всю эту историю архитектуры знаю вроде есть у них математика и образование у них идет немножко в другом формате так как это не экономика это не менеджмент это даже не информатика а на архитектуре и на графике у них грубо говоря место экзаменов это проекты то есть я сколько раз не спрашиваю ребят что у вас происходит мы делаем проекты такие проекты они чертят и рисуют это идет и 3D дизайн они строят модели то есть то есть все вот идет в таком в темпе в темпе художников в темпе архитекторов то есть они строят делают какие-то выездные были у них классы и выезжали какие-то объекты потому что это будущие архитекторы нужно знать как это все делается на практике как человек который учится на менеджменте я оцениваю архитектуру на 5 плюсов отлично спасибо пожалуйста так дальше пойдем по вопросам если у вас факультет маркетинга и насколько качественное образование факультета маркетинга как такового нету но маркетинг является специализацией в менеджменте то есть после первого года у всех программ есть специализации и после первого года студент выбирает одну из 4 и 5 специализаций в менеджменте это идет маркетинг маркетинг я буду изучать самобизнес но маркетинг тоже является сейчас очень-очень обширным направлением и он развивается каждый день у нас идет есть и смм и электронный бизнес и инстаграм и это все входит в маркетинг поэтому я думаю вы не пожалеете если пойдете на маркетинг если вы берете его как специализацию у нас есть также это входит управление то есть вы можете быть менеджером в маркетинге и работать в большой корпорации у нас 90 процентов 99 процентов студентов идут после Вестулы работать в международной компании международной корпорации у нас есть более 80 партнеров у нас в университете также есть отдел карьер карьерный отдел который и помогает нашим выпускникам найти или же стажировку или же будущую работу и даже если у вас нет резюме то есть вы даже не знаете как его составлять вы также можете прийти и попросить помощи они вам по-моему составят ваши слабо-сильные стороны красиво это все оформить и подберут подходящие для вас стажировки и практики и будущую работу у нас многие студенты так и получили работу некоторые даже в самом Вестуле некоторые в международной компании инженерные инженерные факультеты да я говорила это в инженерии это у нас компьютерная инженерия и архитектура вот это два факультета которые являются как раз инженерным есть ли медицина в этом университете медицинских направлений к сожалению нет есть единственное у нас отключение это туристика и рекреация так Аман в одну руку Ага да Аман хорошо Аман наверное уже забыл можно перечислить тут есть некоторые интересные вопросы да то есть многие вопросы повторяются стипендии гранты и тому подобное давайте думаю пройдемся по более интересным вопросам то есть можно ли поступить ученикам не из Казахстана без казахстанского аттестата не из Казахстана да без казахстанского аттестата ну я думаю это можно потому что университет международный да понимает как граждане Узбекистана Кыргызстана России и тому подобное им без разницы то есть тут не обязательно нужна аттестат казахстанского образца конечно конечно нет есть ли у вас своя волейбольная и баскетбольная команды есть есть у нас у нас много спортивных кружков у нас есть и волейбол и баскетбол и даже теннис и вроде настольный теннис и футбол кстати наша баскетбольная команда она чемпион больше наши ребята занимали первые места в соревнованиях у нас у нас это активно все развивается у нас есть огромный спортивный зал у нас есть теннис зал и есть теннисный корт где можно приходить и играть в скинбольный корт это все очень здорово это все приветствуется если действительно вы любите спорт то можно записаться и на курсы и ходить на курсы на занятия и даже ходить в неучебное время заниматься спасибо дорого ли жить в польше дорого ли вопрос интересный потому что встречный вопрос с кандидатом а сколько вы готовы потратить потому что кто-то любит роскошь кто-то любит подороже кому-то сойдет и так в целом в среднем жить здесь не очень дорого если вы хотите жить в нашем общежитии оно в месяц будет стоить 10-10 евро это для общежития идеально просто цена можно снять комнату в таких в студенческих квартирах у нас есть люди которые специально делают свои дома или же квартиры под такие студенческие тоже как мини мини общага можно спокойно найти за 250 260 евро цены которые в Польше в принципе мне кажется почти одинаковые как и в Казахстане или в Беларуси или в Украине то есть если правильно распределять свой бюджет можно жить и даже шиковать то есть это зависит от того где вы хотите питаться не знаю есть студенты которые ходят только в рестораны есть студенты которые ходят только в Макдональдс или в Украине тут уже зависит все от человека но в целом средние цены в месяц если брать и жилье если брать еду там транспорт примерно в месяц будет уходить минимум 500-600 евро если жить близко от университета то проездной и немецовой обязательно покупать кстати на проездной для студентов у нас скидки до 26 лет у нас человек считается студентом и молодежью и идут 50-процентные скидки в музее на транспорт на даже некоторые кафе В Вистуле есть ли программа обмена студентом? есть у нас в Вистуле действуют программы Эрасмуса хочу сказать что даже в ковидное время у нас ребята ездили в страны и отдыхали и учились у нас есть Эрасмус плюс наш офис кстати находится неподалеку можете заглянуть туда самые популярные такие страны это наверное Португалия Испания Греция Румыния вот но также есть и в Корею и в Китай можно уехать и также в страны Европы в зависимости от программы которая у вас у нас в университете если вы приедете или даже на сайте можно скачать документы и там написано в какой стране какие какое образование можно получить то есть и допустим если вы поступили на бакалавра на финансы вы можете найти ага там в Румынии можно также поехать на Эрасмус на семестр допустим обучения и поучиться по моей же специальности по моей же программе также можно поехать не только на учебу можно поехать и на практику на работу практика стажировки у нас действует они начинаются от 3 3 месяцев до 6 или до даже до года до 12 месяцев можно уехать на стажировку на практику можно уехать и на бесплатную и на платную опять же это зависит тоже какая у вас программа и от этого отталкиваетесь и ищите страну спасибо есть ли у вас свой сайт да конечно сайт этого университета есть есть ли у вас продолжение обучения на графического дизайна на 3d то есть насколько я знаю в график дизайне и так все обучаются 3d моделирование и тому подобное да то есть это входит в программу да 3d дизайн входит в программу и также это является и одной специализацией то есть есть просто обычные архетистические графика есть уже междисциплинарная графика то есть где будет учиться и фотошоп и иллюстратор и 3d вот такие все программы а есть простой график где это больше идет как история простое рисование без без компьютера можно сказать так скиньте электронную почту представителя этого университета я думаю этот вопрос можно задать представителю или же зайти на сайт и там найти ту самую почту можете пожалуйста повторить название программы степени которая покрывает всю стоимость обучения это да да покрывает все программы то есть она подходит для всех программ на английском языке то есть то что я сегодня называла уже несколько раз то это все относится к бестонной рисковой может ли степенди покрыть учебу с проживанием нет учеба степенди покрывает столько обучения проживания оплачивается отдельно какова сумма стипендий степень сумма стипендий зависит от вашего обучения могу ли подать заявку на получение степени магистра и фаундейшн магистра то есть фаундейшн курс это и есть языковой курс который стоит 3500 евро в год или же семестр 1850 а заявку на получение степени магистра конечно можно так как такая программа есть здравствуйте какие требования для поступления есть ли стипендиальная программа для международных студентов мы об этом говорим уже около часа обучаться можно требования это минимальный английский язык сертификат английского языка или же собеседование с самим университетом и ваш аттестат и тому подобное если проходил обучение ешку 3d max это вопрос некорректный прошу прощения можете задать заново какой средний возраст учителей вот очень интересный вопрос средний возраст учителей могу сказать на своем опыте у меня были преподаватели и молодые и уже в пожилом возрасте есть преподаватели примерно это 30-40-50 лет есть конечно и чуть постарше чуть опытнее также но лучше не судить по преподавателям сколько им лет потому что здесь еще немножко по-другому даже если преподавателю летом 70-80 он может быть действительно крутым чуваком у меня самые как раз любимые преподаватели это которые говорят постарше они очень много рассказывают разных кейсов приводят и дают много очень прав и они понимают что тебе нужно в будущем так как у них уже огромный опыт и работы и преподавания они не знают что давать что лучше дать студенту чтобы он понял что что он изучает и как это как знание применять на практике и в своей будущей профессии сколько семестров учиться на бакалавру то есть это зависит от вашей программы это или три года то есть шесть месяцев или же четыре года восемь семестров да архитектура четыре года если не ошибаюсь остальное три года да и покрывает ли стипендия то есть вестула мэрискула ошиб программу магистратуры да да это относится и к бакалавру и на магистратуру да покрывает какой минимум gpa score со школы кстати старт средний балл должен быть выше 60 процентов это грубо говоря это посчитать все оценки и разделить на их количество будет там средний балл допустим если мы берем пятибалльную систему минимум нужно что было хотя бы два и пять три средний балл на сколько часов в неделю может работать студент в Польше если я не ошибаюсь государство Польши не ограничивает студентов в часах работы не ограничивает студентам можно работать работать на фултайм можно работать парттайм летом да то есть в Польше студентам по работе чуть проще потому что не требуется разрешение на работу мы являемся студентами и можно даже без разрешения деканата подаваться на работу есть ли боевые искусства в самом университете то есть как я понял это клуб или что-то оно подойдет боевые искусства а насколько я знаю пока к сожалению нет у нас есть такие спорты есть баскетбол футбол все такое боевых как бокса или просто такого не пока нет какие программы если у нас будет много студентов то возможно будущее какие программы должны выбрать чтобы поступить на преподавателя английского языка это English да это English после первого года там есть специальность преподавание извиняюсь за некорректный вопрос у меня есть друг который проходил обучение на графическом дизайне 3D Max в Ешко хорошо и какой дальше вопрос может сравнить Ешко и Бистолу может быть хорошо у нас время уже подходит к концу я думаю нашим детям нашим будущим студентам было очень и очень интересно спасибо вам за уделенное нам время спасибо за приглашение я надеюсь что в этом году точнее на следующий год у нас будет еще больше студентов из Казахстана в вашем университете спасибо будем очень и надеюсь что они попадут к вам на менторскую программу да да спасибо большое спасибо большое до свидания спасибо 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 спасибо